Всем привет! С вами ВПБНК Револьвер, и вы смотрите первое обучающее видео из длительной серии обучающих видеороликов для новичков зергов. Итак, поехали! Представьте, что вы зерг, который только что дошел в Battle.net и не знает с чего ему начать. Сразу глаза разбегаются, то ли вступить в игру, то ли начать играть в ладдер, то ли в лигу для новичков, ну, practice league. Но мы начнем не с игры, мы начнем с настроек. Во-первых, нажимаем их 10, настройки, смотрим. Во-первых, настройки графики. Они очень важны. При игре в StarCraft 2 комфортен, FPS во время игры 60+. Если у вас FPS ниже, то уже играть будет некомфортно. То есть в начале игры вы получаете 60 FPS, в лимитах замеса 200 на 200, FPS будет падать до 5 до 10. Это не good. FPS в идеале иметь 60 выше. Нажимаем Ctrl-Alt-F на 130. Отлично. FPS нас устраивает. Если бы FPS был там 50, понижаем все. Вот здесь. Переходим дальше. Звуки нас устраивают. Голос тоже. Управление. Скорость прокрутки мышью, клавишами и перетаскивание карты мыши. Очень важные настройки. Желательно их стараться увеличивать до максимально комфортного уровня. Что они дают? Но думаю, что чувствительность мыши вы все прекрасно понимаете для чего. Это скорость перемещения вашего грызуна. Перемещение карты мышью это вот такая штука. Например, представьте, что у вас 3 базы и цел дроп. Чтобы быстро к нему переключиться. Оп. И вы уже там. Если скорость прокрутки низкая, то пока экран дотянется, вы потеряете половину рабов. Или всех рабов. Если там грейжные марики под стимпаком, то будет все плохо. Очень важная настройка. Так. С этим мы поняли. В игре очень важные индикаторы. Ставим здесь всегда. То есть так мы видим. Сколько мана у королев. Каких королев следует поставить под макро хату. Каких королев следует поставить на производство крипа. То есть вывести их в центр карты и начать кидать ими криптуморы. С помощью этого индикатора мы видим процесс производства апгрейдов. Что у нас в валюшных что-то заказано, что они не простаивают. Мы видим, что в хатах у нас есть инъекции. Тоже важно. Мы понимаем, когда достраивается например хайв. Т3, да? Улей. И нам нужно заказывать шпиль величия. Грейтор шпайр. То есть индикаторы очень важные. В игре мы видим, то есть в замесе, да? Где штормы? Можем отфокусить штормеров, инфесторов, гастов там и так далее. Очень полезный, очень полезная настройка. Вторая полезная настройка это таймер. Без таймера никуда. По таймеру мы понимаем, когда нужно заказывать пул. Оверлорда. Газ. Эволюшины. Когда нам сделают делать выход и когда нападать. И когда обороняться. То есть так мы понимаем, что может противник в какой-то момент игры нам предоставить. То есть что он может сделать против нас. Когда могут прийти самые ранние дарки. Когда может прилететь бандшаст инвизом. Когда может приближать к нам шестой пул. И когда нам ставить свой пул. Или хату. Это все очень важно. Именно таймер нам в этом поможет. С остальными настройками вроде как все понятно. Все таки размещение строений в принципе зергу не важно. То есть если бы мы играли за протасов, да. Но зергам я думаю все равно. Так. Переходим к игре. Создал я тут юнитест мап. Чтобы не терять время. Покажу вам пару приемчиков. За зергов. Приемчики в принципе довольно простые. Но возможно некоторые о них не слышали. В принципе у нас как раз видео для новичков. Которые мало времени уделяют старкрафту. И хотели бы научиться играть хорошо. Не прикладывая больших усилий. Итак приступим. Одна из самых больших проблем новичков это инъекции. То что копятся деньги. Или наоборот денег мало. Потому что у нас королевы с полной маной. И нет личинок на рабов. То есть мы не умеем. Новички, да. Не умеют прокликивать хаты. Окей. Способов прокликивания хаты. Два. Первый способ корейский. Это эвки. Мы биндим местность на f1, f2, f3, f4, f5. Для этого нам нужно в горячих клавишах поменять. Создаем новый профиль. Например это будет у нас стандартно как основа. Заходим в общие настройки. Развернуть все. И меняем кнопку. Создать положение 1 на ctrl, f2. Положение 2, f3 и так далее. В сумме нам нужно 4 кнопки. 4, потому что больше 4 королев в принципе. Так, стоп. 3. Больше 4 королев в принципе зергу не требуется для инъекций. И это максимум. Именно инъекционных королев. Вот. И меняем кнопку перехода к положению. Ctrl, f2. Оп. Не так. Просто f2. f3, f4 и f5. Сейчас возвращаем Ctrl, f2. Ctrl, f1 не трогаем, потому что он нужен для мгновенного выбора всех втыкающих рабов. Сейчас я вам покажу. Жмем да. И вот так. Вот смотрите. Например, у нас есть рабы, которые остались после дропа. Стеран дропнулся, мы рабов развели. Мы рабов не потеряли, мы молодцы. Но рабов нужно собрать. Нажимаем Ctrl, f1. Убираются все не собирающие рабы. Возвращаем их на минералы. Окей. Теперь перейдем уже непосредственно к инъекциям. В принципе, биндить королев не обязательно при этом способе. f2. Так. А, во-первых, нужно забиндить местность, как это я. f2. f2. Ctrl, f3. Ctrl, f4. Ctrl, f5. Чтобы ровнее биндились у вас хаты, рекомендую бэкспейсом центрировать камеру на хате. Бэкспейс. Ctrl, f3. Бэкспейс. Ctrl. f4. Бэкспейс. Ctrl, f5. И переключаемся с помощью F. f2. f3. f4. f5. 1. Вот так делается? Скорейские инъекции. Довольно быстро и эффективно. Но есть способ еще быстрее. Который требует меньшего нажатий клавишами, скажем так. Способ называется, как и меня лично, это W, E. То есть это две кнопки, в которой перебиндена у вас кнопка Backspace и кнопки инъекции королев. Сейчас я вам покажу этот способ. Заходим опять же в горячие клавиши. В общие. Развернуть все. А, не в общие. Ну в общие вначале, да. Берем Backspace, ставим тут W. То есть вы можете поставить любую кнопку, на которую у вас удобно ложится палец левой руки. Раз. И перебиндеваем инъекцию королев с V. Ставим в альтернативную кнопку. Например, E. То есть у меня получается W и E. Очень близко расположены, мне удобно их зажимать. Жмем OK. И теперь смотрим. Что у нас получается. Мы жмем Shift, E и зажимаем W. Пока не зажали, но просто Shift и E. Сейчас нажимаем W. Просто бешено кликаем. И левую кнопку мыши по центру экрана. Еще раз. Сейчас покажу вам в динамике. Сделаем скорость сам. Пробиндим все хаты. Смотрим сколько времени у нас ведет на инъекции. С таким способом. Сделали пачку собак. И побежали. Допустим, мы харасим протаса или террано. Масс псами. Мы бегаем. И посмотрите, сколько времени у вас ведет на инъекции. Бежим псами. Ля-ля-ля. Shift. Так, стоп. Там бегущие собаки мяснуются. Еще раз. Засекаем время на 4.20. У нас ушло где-то 2 секунды. Еще раз. Еще раз у нас будет точка на 4.45. А, не выделил королев. Пардон. Выделяем королев. Shift-E. Оп. Где-то 1.5 секунды ушло. У нас на инъекции. В 4 хата. Важный момент после того, как вы сделали инъекции. Жмите королеву hold. Потому что если вы выделили королеву, которая нет маны. И приказали ей сделать инъекцию. То инъекции не будет. И в эту хату перейдет королева, которая стоит далеко от хаты. Например, где-то снизу, справа. В общем, перейдет не та королева. В итоге у вас будут королевы бегать по карте. Это все очень не здорово. Чтобы такого не было, после каждого цикла нажимайте hold. То есть H. Сейчас покажу. Горем королеву в 4. WWW. Вот пошли королевы и hold. Все, королевы стоят на месте. Еще раз. И hold. Все. Инъекции сделаны. Королевы стоят и копят ману. То есть не отвлекаясь от наших боевых действий, мы делаем инъекции. Не тратя в принципе времени на это. Ну или F. Оп. Ну да, королевы тут у меня разбежались. Но я думаю, вы поняли, какой способ более эффективен. Разумеется, бэкспейс. И перебриндивание кнопки инъекций. Вот. Теперь поговорим с вами о крипе. Что есть крип? В принципе, для дергов крип это в среднем плюс 1 треть скорости передвижения всех наземных юнитов, кроме рабов. Рабы у нас бонусы не получают. В принципе, крип это вещь, именно если вы новичок, вещь опциональная. Строго опциональная. Даже так скажу. Потому что все остальные моменты при игре за зергов, экономика, апгрейды, тайминги, слежение за ресурсами, оверлордами и так далее, все важнее, чем крип. То есть крип у вас идет, если вы молодец и сделали все остальные дела. То есть вы прокликали хаты, вы заказали апгрейды, потратили деньги и у вас есть время. То есть как бы у зергов все идет циклами. То есть вы сделали цикл инъекций по хатам. Все, вы молодец, у вас есть 40 секунд, пока идет инъекция на то, чтобы сделать что-то. Либо подхарасить, помикрить, либо раскидать крип. Либо развесить оверлордов. Опять же важный момент, который не используют многие игроки. Это оверлорды. У хорошего сергия не должно быть оверлордов на мейне вообще. То есть все оверы желательно, чтобы были развешаны по карте. Это полезно в ЗВЗ и в ЗВТ. ЗВП менее полезно, потому что все края карты, которые вы можете палить, могут быть полезны только если ТОС играет в призму и облетает вас по краю карты. В ЗВТ они полезны против дропов. В ЗВЗ неполезны, если противник играет масса рачей, собак, слонов, в общем землю. Вы сможете спалить пробегание, забегание или просто выход от противника и вовремя на него среагировать. И если там у противника появятся гидролиски, у зерга, вы легко сможете улететь быстрыми оверлордами. Это очень важно. То есть вы сможете занять более выгодную позицию. В ЗВЗ это... это все. То есть кто как стоит. Когда у вас 200 мм рачей, у противника 200 мм рачей. Выиграет тот, кто займет более широкий фронт. Вот. В ЗВТ вы понимаете, что ни один дроп не останется без вашего внимания. То есть ремоеров и по миникарте кликаем. Получая такую наружку из оверов по бокам карты. Вот. И если вы уже все сделали, вы проверили ваши деньги, минералы, газ, лимит. У вас есть лимит. У вас слиты минералы, слит газ. У вас делают эволюшных апгрейды. Вы молодец. И вы можете раскидать крип. Пока этого нет. Крипа. Ну, крип можно кидать, конечно же. Даже втыкая там с минералами. Если у вас, например, 2-ка минералов, естественно, заказав что-то, да, и у вас 0 личинок, в принципе, делать больше нечего. Вы можете покидать крип. Но пока у вас есть другие дела, крипом заниматься не следует. Вот. Ну все. Я думаю, этого для первого видео будет достаточно. Видео с около-егорной тематикой. Пардон, это еще не все. Это еще не все. Все стратегии, которые мы будем проходить в дальнейшем, я рекомендую оттачивать через меню Join Game. То есть вступить в игру. А здесь мы находим какую-то карту. Стандартную, ладерную. На двух человек. Например, пещера Зелнага, но, в принципе, не важно. Хоть карта и уже убрана из ладера. Например, есть Ахана. Или Облачное Королевство. Вот, пожалуйста. Заходим в Облачное Королевство. И нам попадается, вот, протас, например, Кодор. И вот с Платиновой Лиги. Если нас противник не устраивает, мы жмем логаут. Выйти из игры. Перезаходим. И снова ищем ту расу, или противника того уровня, который нам нужен. Вот. Так все происходит. То есть именно все стратеги рекомендую оттачивать не в ладере, а на более сильных противниках. На более сильных. И противниках именно той расы, которая вам нужна. Так вы не потеряете очков. Вы получите хороший тренинг с сильным противником. И оттестите новый билд. Все плюсы. Вот. На этом, пожалуй, первое видео. Я заканчиваю. Спасибо всем за внимание. В следующих видео мы будем разбирать уже непосредственно игровой процесс. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok